Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру И продолжая разговор о книге «Бытие», мы обратимся сейчас к 18 главе. В 18 главу попали чрезвычайно важные рассказы, которые, конечно, имеют громадное значение не только для автора-составителей и целевой аудитории книги «Бытие», но и вообще для, может быть, человечества. Для христиан в первую очередь это действительно исключительно важные вещи. И в первую очередь обращают на себя внимание тот рассказ о явлении. Бога Аврааму, с которого, собственно, глава и начинается. В предыдущих главах мы видели Бога, который являлся Аврааму, видя столпа огненного ночью, когда проходил, как пылающий вихрь, между половинами жертвенных животных, рассеченных Авраамом, при заключении завета. Мы видели иногда слова, обращения словесные Бога к людям, к Аврааму в частности. И вот здесь удивительным и крайне, я думаю, неожиданным для читателя образом говорится о том, что Господь явился Аврааму у Дубравы Мамре. Вот каким образом. Авраам сидит у своего шатра во время зноя дневного. Это жаркий климат, значит, там хорошо что-то делать утром, вечером, а в середине дня такая жара, что надо спрятаться в тени. И вот в это время Авраам поднимает глаза и видит трех мужей, которые стоят против него. И автор подчеркивает, что, собственно, это и есть явление Господа. Авраам относится к этим троим мужам как действительно к самому Господу, с одной стороны. А с другой стороны, так как должно было бы быть, как правильно было бы относиться к путникам, которые в самый разгар дневного зноя пришли вот к человеку в шатер. И он относится к ним, обращается с ними с максимальным уважением, с максимальным благоговением. Коммуникативное намерение автора и тем более составителя совершенно не подразумевало намеков на троечность Бога. По крайней мере, преднамеренно, без сомнения, нет. Тем не менее, поскольку все-таки мы с вами имеем дело с Боговдохновенным текстом, вот иногда бывает, что какие-то вещи могут, могут оказаться в тексте не потому, что таково коммуникативное намерение автора, а скорее вопреки этому намерению. С другой стороны, дальше мы увидим, что для автора рассказа было важно, что это не один единственный человек, через которого или в образе которого Бог является Аврааму. Ну и, может быть, можно только предполагать, что в коммуникативное намерение составителя входило попытаться сказать о том, что Бог, являющийся Авраамом, далеко превосходит человека. Можно разными способами это делать, но для автора важно, что Бог – это некто, кто не вписывается, не помещается в одного человека, никак, ничего подобного быть не может. В этом есть некие отголоски тоже теологических споров и конфликтов предпленные эпохи между иудеями и язычниками. И, скорее всего, для автора было важно, что вот Бог является каким-то таким удивительным образом, невозможно описать в виде одного единственного человека, потому что Бог – это некто много больший, что не поместится в единственного человека. Ну, конечно, скептические толкователи таких случаев в этом случае будут говорить, что вообще там Аврааму явилось три человека, а он воспринял это как посещение Божье. Ну, это, в общем, такой достаточно трусливый, я бы сказал, комментарий был бы. Вот, да, действительно, за этим преданием стоит некоторая реальность, которая заключается в том, что именно Бог в виде через встречу с этими тремя мужами приходит шатер Авраама. И, опять-таки, для автора, скорее всего, принципиально именно то, что Авраам относится к этому явлению со всем возможным почтением, со всем максимальным уважением, благоговением. Он говорит, войдите в шатер, вы с пути, омоют вам ноги, сейчас делаем хлеб, теленка, масло, отдохните и поешьте. И отдохните под этим деревом. И вот все это Авраам собирает на стол и ставит перед ними. Авраам не последний человек на территории. Он глава клана с достаточно большими стадами, богатый, сильный и прочее, прочее. Ну, вот какие-то шли люди, которые даже особенно его и не просят ни о чем. И он проявляет максимальное, максимальное гостеприимство, которое, по-видимому, ну, будь это простым разговором о бытовом сюжете, может быть, было бы чрезмерным. Для автора очень важно, что Авраам – это вот тот человек, который в состоянии по максимуму отнестись к Богу с уважением. Это действительно его важнейшая особенность. И вот гости Авраама, непостижимые гости, которые сидят у его шатра, говорят, что вот один из них говорит, что через год я буду у тебя, и у Сары будет сын. В это время Сара слушала у входа в шатер сзади его и внутренне рассмеялась. Здесь удивительным образом фокус внимания происходит, перемещается на то, что внутри она не смеется в голос. Она ухмыляется, так сказать, смеется в душе, внутри себя. И удивительным образом, судя по рассказу здесь, вот с 9 по 15 стих, Господь в лице одного из этих трех мужей говорит, нет, ты рассмеялась. Он знает, что происходит там внутри Сары. Нет, ты рассмеялась. И тем не менее, ничего трудного для Бога нет, и так и будет. Сара не признается, потому что она испугалась. Вот на самом деле эти две части про уважение, благоговение Авраама и про Сарин смех и обетование, они очень тесно связаны друг с другом. Это именно рассказ о том, как Бог каким-то необъяснимым образом, необъяснимым, посещает Авраама, и вот здесь начинает реализовываться и реализуется обетование у сыня, которого родит Аврааму Сара. Таким образом, исполнение этого завета все равно невозможно без вмешательства Бога, так сказать, естественным путем. И по-видимому, это для, скажем так, теологического дискурса эпохи составителя тоже чрезвычайно важна. Теперь вторая часть этой главы рассказывает, в общем, другую, на самом деле, историю, которая только косвенно и формально связана с первой пленой главы. История заключается в том, что те мужи, которые пришли к Аврааму, встают и отправляются к Содому и Гаморье. Авраам идет проводить. И вот, и сказал Господь, «Утаю ли я от Авраама рабам моего, что хочу делать?» Ну, во-первых, это некоторая декларация того, что из себя представляет отношение Бога с Авраамом, что из себя представляет отношение внутри завета. Бог ничего не делает, не открыв рабам своим пророкам. «Утаю ли от Авраама рабам моего, что хочу делать?» Таким образом, хотя Авраам и его потомки, как правило, не призваны к тому, чтобы быть руками или прокси-представителями Бога на земле, но тем не менее Бог не утаивает от них, потому что они ему не чужие и не враги. Не чужие и не враги. Вот это, собственно, основной смысл слов «Утаю ли я от Авраама рабам моего, что хочу сделать?» И дальше автор вкладывает в Востобожье некое обоснование, «Потому что я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему ходить путем Господнем, творя правду и суд». Вот, оказывается, дело-то в чем. Авраам избран для того, чтобы научить, заповедовать своим сынам и всем потомкам поступать так, как поступает Бог, творя правду и суд. «Ходить путем Господнем». И заметьте тоже, что здесь «ходить путем Господнем» в меньшей степени подразумевает исполнение списка требований, которые Бог тем или иным способом возлагает на людей. «Ходить путем Господнем» означает «творить правду и суд, как творит их праведный судья Вселенной Бог». Подражать Богу в каком-то смысле, как сказал бы в данном месте апостол Павел, если бы он его пересказывал. Вот, оказывается, смысл завета – научиться поступать подобно тому, как поступает Бог, ходить его путями. И опять-таки, для составителя это драматически важная мысль, потому что составитель в плену, или сразу после плена, вероятно, все-таки в плену, слышит вот эти вот неудоумения своих соплеменников. А что мы такое нарушили? Где списки того, чего мы должны были не нарушить, и нарушили? Где об этом был договор? Как мы оказались Богу обязанными тем или этим? Ну вот. А он отвечает на это, на все, что мы оказались обязанными Богу, потому что мы все рождены от Авраама, во-первых. А во-вторых, мы видели Бога, творящего правду и суд. Вот этому следовало подражать. Для его времени, для времени составителя и для последующих столетий это просто революционная на самом деле мысль, революционная, что дело не в мелочном, но последовательном и подробном исполнении кучи предписаний, 600 там с лишним заповедем, а в подражании Богу, творящему правду и суд. Нет ни милости, ни человеколюбия, ни богопознания на земле, вот как скажут о причинах катастрофы, например, пророковщик, это о том же самом. Если в нашем человеческом мире, в наших отношениях с Богом, нет этой правды, и суда справедливости, собственно говоря, справедливости, то даже формально завет невозможно считать актуальным. Теперь Господь говорит о том, что вот я иду в Содом, потому что вопль содомский и гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма, вопль содомский и гоморский. То ли от жертв, ну, скорее всего, от жертв, преступлений содомлен и жителей гоморры, то ли вообще, как помните, в 4 главе Бог говорит, Каину голос крови брата твоего выпьет ко мне от земли. Вот вопль из этого мира, от земли, которая принимает человеческую кровь, от жертв человеческого насилия и злобы, к Богу исходит нечто, что называют здесь воплем, крик страдания, который Бог слышит. И дальше в книге Исхода отправной точкой разговора, собственно, будут слова Бога о том, что я услышал вопль народа моего в Египте. Вопль здесь, вопль содомский и гоморский именно от жертв, насилия, которые совершают содомленные. И дальше говорится, сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них. Это, конечно, художественный образ. Ну, трудно представить себе Бога, который сходит и смотрит, что там происходит в Содоме. Он, в конце концов, видит сам. Но автору важно показать, что Бог не ограничивается слушанием слов, и Бог не подчинится навету, не будет следовать ему, не примет его. Бог слышит вопль, но убеждается сам, как бы собственными глазами. Очень антропоморфный образ, конечно. Но, тем не менее, вот разговор идет о том, что Бог непосредственно в такие вещи вмешивается, не ограничивается, так сказать, свидетельствами из третьих рук. И заключительная часть восемнадцатой главы один из самых красочных, и, если хотите, эмоциональных, заряженных таких рассказов из всей серии рассказов об Аврааме. Потому что вот Бог идет в Содом и Гоморру проверить, что там такое за вопль, поднимается к небу от этой местности, от того, что люди в ней творят. Напомним, что это те самые три мужа, в образе которых явился Бог к Аврааму. Вот они идут в Содом. Авраам идет их провожать. И действительно, вот Бог говорит, ты увидишь, поймешь, что я буду делать, потому что ты призван ходить, творя правду и суд. И это и есть ходить путями Господними. Но гениальный литератор, составивший эту часть рассказа, говорит нам о том, что Авраам в курсе, что из себя представляет Содом, и что там за вопль, у него там вообще племянник живет. И вот для характеристики Бога не Авраама на самом деле. Хотя, отчасти Авраама тоже. Но для характеристики Бога, как способ сказать нечто очень важное о Боге, мы видим вот это, то, что называют обычно торгом Авраама с Богом. Где трое мужей идут в Содом, Авраам еще стоит перед лицем Господа. Как это возможно, что имеется в виду, что он там в мистике, в духе, или как-то иначе стоит перед Богом, или идет с этими трое мужами, вот автор совершенно не сосредотачивается на этом, и он подходит и говорит, неужели ты погубишь праведного с нечистем, и с праведника будет тоже с нечистем, не может быть, чтобы ты погубил праведника с нечистем, судья всей земли поступит ли неправосудно. Вот здесь продолжается, значит, и в предыдущих стихах рассказ о том, что ходить путями Божьими значит творить правду и суд. И вот Авраам говорит, ты не не может такого быть, судья всей земли может ли поступить неправосудно? Не может, не может. Неужели ты погубишь праведного с нечистивыми? Не верю, что ты можешь так сделать. И это в меньшей степени проблема эпохи Авраама. Это, конечно, проблема эпохи плена, где предавали завет и совершали насилие и идлопоклонство и все прочее одни поколения, а в плен пошли другие. Когда число преступников завета в Израиле было, ну, наверное, достаточно велико, но все же не сто процентов, а кара в виде вавилонского завоевания, изгнания и разрушения Иерусалима падает на всех. И пророки, может быть, предшествовавшего составителю поколения, потратили много душевных сил для того, чтобы обдумать эту ситуацию, обдумать, как же так? Аввакум, кстати, в том числе, Изекиль в том числе, как же так? Не может такого быть, чтобы ты губил праведного с нечистил, мне может быть. И поэтому вот там Аввакуму Бог говорит, праведной верой жить будет. Изекилю Бог говорит, каждый отвечает за свои грехи, сын не отвечает за грехи отца, отец, грехи сына. А поколению составителя вот дается этот рассказ, где вот в такой поэтической форме выражается, если хотите, вера. Та вера, которой будет жить праведник. Вера в то, что не может такого быть, чтобы Бог был несправедлив. И если мы видим вот эту тотальную катастрофичность, где грехи одних людей становятся причиной страдания и гибели огромного количества, может быть, даже всех, вот эта необъяснимая картина, которая не умещается в сознании, которую непонятно, как Бог может исправить эту ненормальную картину. Вероятно, сам того не ведая, автор дальше говорит именно об исправлении вот этой несправедливости, потому что да, и автор, и составитель, и читатель, по-видимому, согласны в том, что если нашлось какое-то количество виноватых, губить вместе с ними всех, без исключения, это несправедливо, но понимая это, составитель, в общем, не очень видит решение этой проблемы. что-то видеть в этом смысле начнут следующее поколение после составителя. Здесь же говорится о том, что вот судья всей земли поступит ли неправедно, и Господь говорит, ну, хорошо, вот Авраам спрашивает его, вдруг ты найдешь в этом городе 50 праведников, будет несправедливо погубить всех, если там окажется, там, не знаю, 950 порядочных, наоборот, грешников и 50 праведников, или там 10 тысяч, ну, не важно сколько, на самом деле, конечно, Содом никак не могут быть большим городом. И Господь говорит Аврааму, да, если я найду 50 праведников, поищу город. А здесь ведь несправедливость наоборот, в другую сторону, потому что, ну, город-то грешников, и Содом линия ужасны. Решение погубить весь город отменяется тем, что есть 50 праведников, но решение вообще не губить город из-за того, что есть 50 праведников, тоже несправедливо. Надо же, чтобы справедливое возмездие пало на головы Содомлян, ну, по крайней мере, в той поэтической парадигме, в которой рассуждают авторы-составители. милосердие. Но Бог предпочитает несправедливость в сторону милосердия. Милость превозносится над судом, которое, как потом будет сказано. Вот, видите, Авраам говорит, ну, хорошо, ладно, 50 праведников, замечательно, а вдруг пятерых недосчитаем? Ну, пятеро были в командировке, остальные 45 на месте. И что? Говорит, Бог, хорошо, ладно, если 45 праведников не уничтожу, говорит, поищу, говорит. Дальше 40, дальше 30, 20 и 10. И вот как бы взвешивают на весах Бог Авраам. А если 40 окажется праведников, поищу. А если всего 30, уже в общем мало, Бог говорит, да, не сделаю, если найдется там 30. Авраам сказал, вот я решился говорить Владыке. Он каждый раз говорит, извините, Владыка, Господь, что я по-прежнему вмешиваюсь. Ну, на самом деле, конечно, это вот колоритная сцена в костюмах из Хаджина Средина на Восточном базаре. Вот так это описывает, хочется читать с акцентом, так это описывает автор. Это совершенно, действительно, живой торг. Обратите тоже внимание, что Авраам здесь совершенно не корчит из себя что-то такое сахар-медовичное, сопливь, елейное. Это живой человек с горячим сердцем. Вовсе он не изображает какого-то там, прости Господи, благочестивца, как это любят делать христиане. Нет. Он говорит, а двадцать, а три, а десять. и мы видим, так сказать, можем продолжить прогрессию. Ряд. Потому что пятьдесят поищу, сорок пять поищу, тридцать не уничтожу, двадцать, ладно, не стану умножать, уничтожать, десять и десять, найду там десять праведников, не уничтожу. А дальше разговор обрывается. И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Ну, во-первых, кстати, заметьте, что в парадигме автора мысль действительно прямо выраженная, что ну, хоть сколько-нибудь праведников, если найдется, они придадут смысл существованию, ради них можно не погубить город. как сразу вспоминается, конечно, русская поговорка «не стоит село без праведника, а город без святого». Вот таки да, да. она и судьба этих всех людей садомли, она на самом деле зависит от того, найдется там десять праведников или нет. и правильно было бы задуматься, вот какую жизнь мы создаем, что мы делаем вокруг себя и найдет ли Господь десять праведников среди нас в нашем обществе, десять праведников, за которых можно было бы пощадить нас. не банальный вопрос, но гораздо важнее, конечно, вот что. В этом ряду пятьдесят, сорок пять, сорок тридцать, двадцать, десять должен быть следующий пункт, должен быть задан Авраамом вопрос, а если там найдется хоть один, вот хоть один праведник, и кто этот один праведник, автор оставляет вопрос подвешенным, не дает на него ответа. Это, кстати, тоже выдает в нем гениального литератора. Вот так закрутить, и дальше всякий читатель неформальный будет дальше и так и думать, а что будет, если найдется хоть один, и если найдется, то кто он? В эпоху составителя, ну, или, может быть, в предыдущем поколении, через пророка Иезекииля, Бог задает некий вопрос. Пророк видит стену Иерусалима проломленную, и вот Бог говорит, кто встанет передо мной в проломе за землю сию? Кто встанет передо мной в проломе за землю сию? Это тот же вопрос, который подразумевается в конце 18 главы. Кто тот один единственный, кто может стать причиной пощады, причин гибели Содома, и Иерусалима потом, и всего грешного человечества? Этих причин, вон, 8 миллиардов по лавкам, кого не поймай за пуговицу, понимаете? Кто тот единственный, есть ли он хоть один? здесь автор и составитель вообще прекращают разговор, потому что они не хотят обсуждать эту тему, не видят этой возможности. Изякиилю Бог говорит больше и говорит, даже если придут на землю три великих праведника, Ной, Даниил и Иов. Это задолго до написания книги Даниила и задолго до написания книги Иова. Но и Даниил и Иов. Даже они своей праведностью не спасут никого, кроме самих себя. Кто? Тот, кто станет передо мной в проломе за землю сию. Вот неожиданно авторы 18 главы и составитель по-видимому все-таки так сказать обращаются в этот момент к читателям и читатель неизбежно задумается «Ты один из тех несчитанных и никому неинтересных, чтобы их считать, грешников о кисодомлене? Чего их считать все на одно лицо кошмар? Или ты один из вот этого немногочисленного пула праведников?» Это тоже вопрос, который в коммуникативном намерении автора. Но кроме того, в коммуникативное намерение составителя и его эпохи еще раз повторю, входит вопрос о том, кто это единственный праведник, ради которого может Бог пощадить этот мир.